Я задаю вынесение частного определения суда в отношении администрации по приведению в порядок ведения личных дел муниципальных служащих. Громкий процесс начинается с громких заявлений. Обстоятельства того, как вообще Леонида Гункевича приняли на работу, весьма интересны. У него не было трудового договора. Где же сейчас его трудовая книжка, никто и понятия не имеет. В документах бардак, да и личное дело велось неправильно, считает представитель Гункевича. Администрация не согласна. Представитель СССР обвинял и администрацию, и прокуратуру в некоем сговоре, в неумении подшивать личные дела и так далее. Но не представил никаких доказательств, тех обстоятельств, тех доводов, на которые он ссылается. Я не обвиняю вас. Я констатирую факт, что вы все это знали. Вы заведомо пошли на нарушение закона. Нет никакие минусы? Нет. Сегодня последнее заседание администрация доказала. Леонид Гункевич был учредителем двух компаний, когда стал заместителем главы по финансам и инвестициям. Членство в органах управления коммерческих организаций является несовместимым с прохождением муниципальной службы. Как только мы установили данный факт и достоверно доказательства на самом деле появились, мы вынуждены были, обязаны были расторгнуть продоводник. Я прошу еще раз. Норму закона запрещающей. А почему еще раз? Я вам это уже назвал. Вы не назвали ни одной нормой, которая запрещала бы быть учредителем. Статья 19. А все разбирательство началось с того, что вице-мэр ушел в декретный отпуск. Гражданская жена Гункевич родила дочку в августе 2013 года. Но отпуск по уходу за ребенком так и не взяла. Спустя почти год пара решила, малышкой займется папа. Он и ушел в декрет. В это время его уволили. Первокуральская прокуратура обнаружила. Гункевич совмещал работу чиновника и предпринимателя, что запрещено законом. Отца его сторона настаивает. Он сразу же ликвидировал ИП, как только вступил в должность. Вся процедура делалась в течение 30 дней. Теперь бывший замглавы требует восстановления в должности и рубль в качестве компенсации морального ущерба. А в администрации подали встречный иск. Хотят, чтобы Гункевич вернул зарплату за полгода. Порядка 240 тысяч рублей. На какую норму права вы ссылаетесь? Мы считаем 1064. 1064. В этом деле каждая сторона одновременно и естец и ответчик. Каждая настаивает на своей правоте. Потребовалось несколько месяцев разбирательства. В итоге вышла ничья. Суд решил. Исковые требования Гункевича Леонида Леонидовича оставить без удовлетворения в полном объеме. Встречный иск администрации Гункевича взыскание заработной платы оставить без удовлетворения. Счет 0-0. Юристы администрации от комментариев отказались. Сторона Гункевича недовольна. Представитель вице-мэра Сергей Петров рассказал, они намерены продолжить борьбу и обратиться в областной суд. Мы создаем какой-то прецедент непонятный. Это на сегодняшний день каждый человек будет, уходя в отпуск, в том числе в декретный, по уходу за ребенком, будет думать о том, а вернется ли он на свою работу и о своем будущем задумываться. Сегодня Первоуральский суд сказал свое веское слово и поставил точку в этом деле. Но, видимо, это все же не конец истории.